20 минут о том, что имеет полное право называться красивым. Это свежий выпуск Бьюти Тайм на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Этот мастер-класс называется «Добрым» по нескольким причинам. Во-первых, его автор добрый по характеру и по фамилии. А во-вторых, речь идет о свадебной фотографии в жанре исключительно приятном и позитивном. Я подумал, что таких МК вообще не существует. Где человек пытается рассказать вообще все, что знает абсолютно. То есть существует МК разных форматов. Есть формат «Добрый Тичи». Добрый. Можно еще раз? Сейчас новый формат появился, это «Добрый Тичи». И это формат абсолютно двухдневный, полностью по 10 часов. И огромный-огромный год. И вся цель именно этого мастер-класса – выдать полностью все. То есть цель была изначально создать побольше конкурентов, но не себе. То есть я, наоборот, решил создать такую тему, что кто-то должен появиться, что кто-то мотивирует и кто-то создает конкурентов всем. Но не себе. То есть моя цель абсолютно – вырастить таких людей. Этот мастер-класс уникален тем, что он оцелен именно на практику. Показать вообще, как снимается репортаж, как работать с парами, то есть с разным типораметом. Как спокойнее, какие-то, может быть, динамичные ребята. Как работать на банкетной съемке. То есть сюжеты, композиция, как раскрепостить вообще модели, работа с эмоциями, как поймать именно живые кадры. Год назад была на мастер-классе другого спикера. И мне потом в комментариях в Instagram, когда я выложила фоточку, мне написали «А вот сходи еще к Максу Доброго». И отметили его там упоминание. И Макс Добрый мне такой смайлик присылает. Я такая, так, что за чувак? Надо к нему зайти посмотреть. Захожу, и мне понравились его работы, что они не похожи на тех спикеров, которыми я до этого ходила. Какие-то там неординарные фотографии, интересные идеи. В общем, поэтому стала следить за ним. Год следила и вот. За Максом я очень давно наблюдаю. Мне нравится стиль его съемки. Нравится то, как он подает свой материал. Мне, в принципе, очень приятный человек. Захотелось познакомиться лично. Не секрет, что многие свадебные фотографы избегают съемки банкетной части. Спикер уверяет, что они это делают очень зря. Самые яркие живые фотографии получаются именно на этой части свадьбы. Нужно только знать пару секретов. Ну, вот как вначале я боялась, что я не знаю зал, какой там будет потолок. Потому что вначале я сталкивалась, что там потолок черный, глянцевый. И он поглощал вспышку, света не хватало. Стоек у меня не было. И до сих пор нет. В общем, я не умела с этим справляться. Либо, может быть, кто-то боится гостей, которые как-то неадекватно себя ведут. Такое тоже бывало. Ну, ничего, привлекаешь. Как правило, там нету света. Все боятся, что со вспышками будет проблема. Вспышки – это не трудно, это весело, это легко. Просто, наверное, немножко так постоянно это делают, учиться. Да, будет нормально. То есть через три года, сколько, постоянно три года, три года вот со вспышками. И где-то вот за все это время столько шишек было набито, и научился уже снимать более-менее классное. Вот. А так это не трудно. То есть все просто боятся вспышки. С тех пор, как появилась традиция фотографировать день бракосочетания, жанр свадебной фотографии постоянно меняется. В наш век широких технических возможностей по-прежнему в цене живые эмоции. А акцент теперь делается не на количество, а на качество. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. С нами экспериментирует Елена Чуевская, персональный стилист и преподаватель школы стиля, не утратившей способности восхищаться новым коллекциям. Когда я увидела эту коллекцию, я просто ахнула от счастья. Я очень много работаю с российскими дизайнерами, с масс-маркетом и с люкс-брендами. Здесь несколько стилей, которые можно сочетать между собой и носить по отдельности. Здесь и спорши, здесь и классика, здесь и кэжуал, здесь комплекты для офисов можно хорошие составлять, для прогулки с детьми, для встречи с друзьями, для того, что угодно. Актуальность – это в первую очередь, что я здесь подметила. Во-первых, это в деталях. Карамельная тема будет популярна и модна в этом сознании. Очень красивое платье. Опять же, показываю карамельный цвет, который приближен к осенним оттенкам. Такое же платье есть в таких мягких серо-голубых оттенках. Платье используется, опять же, из повседневной обувью и снарядной. Еще тренд наступающего сезона – это костюмная линейка с юбками. Жакеты носим с юбками. Клетка – это у нас уже классика, она переходит из сезона в сезон. То есть, вот такой вариант может быть и на работу, и если мы надеваем удобную обувь, и для прогулки. Плюс дизайнеры еще захватили очень хороший тренд – это асимметрия. То есть, мы видим, что платье-туника, смотрите, низ не ровный, а симметрично сделаны карманы, тоже на разном уровне. Это платье можно будет носить и отдельно, с плотными колготками, с грубыми ботинками. И плюс к нему сейчас мы добавляем брюки. Мне это очень нравится. Актуально в этом сезоне – это два принта носить. Не нужно смущаться, не нужно бояться. Главное, что они совпадают под световой гаммой. Смотрите, они перекликаются. Смотрите, вот это платье, которое мы с вами смотрели в зеленом оттенке, с красивой асимметрией внизу, с фокатным плечом. Как можно с ним создавать образ? Все в одном оттенке. Про брюки я вам говорила, платье с брюками можно носить. Если сюда еще добавить в таком же в оттенке обувь, это будет выглядеть очень статусно и элегантно. То есть такой прием используется, когда вы не хотите много внимания, но и в то же время ваш образ будет дорогим, модным, стильным, но и, соответственно, статусным. Платье-корсет не сдает своих позиций. Это не значит, что мы надели корсет и мы не дышим. Платье мягкое, интересное, очень стильное, потому что его, другими словами, я бы назвала нескучный офис. А сзади платье застегивается на молнию, то есть мы можем это спокойно застегнуть, и оно создаст более изящный женственный силуэт. Да, еще хочу обратить внимание, что абсолютно не нужно бояться серого цвета. Серый цвет – это как палитра для нового образа. С ним удачно можно играть, добавляя обувь цветную, добавляя цветные аксессуары. Мне очень нравится вот это платье. Платье несложное, можно так сказать на первый взгляд. Но для экспериментов, если вы смелая и хотите креативности добавить, что бы я добавила к этому платью? Посмотрите, какой есть уникальный капюшон. Если вы не носите шапки, опять же, это очень хороший аксессуар для тех, кто бережет свою прическу. Я часто встречаю такую проблему у наших женщин, что я не люблю носить шапки. Это может быть хорошая альтернатива шапкам, добавит дерзости вашему образу. И если мы еще накинем сверху стильный жакет красивый, это будет смелый образ для динамичных современных женщин. А еще мы с Еленой подметили такую стилистическую особенность этой коллекции. Ее можно подавать и в классическом варианте, платье как платье, костюм как костюм. А можно и в смелом экстравагантном, надевая все и сразу. Гардероб умный. Почему? Потому что здесь нет отдельно живущих вещей. То есть здесь все сделано в капсулу. И приходящие женщины к девушке за покупками, они легко могут подобрать и брюки, и к ним же тут же блузку, и тут же вверх. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас Image Club Svetlana объявляет набор в проект «Модель X Plus». Подробности по телефону 263-57-37. Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда Мэдди Арт. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Мэдди Арт – гарантия восторженных взглядов. Макароны могут быть полезными. Макфа – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Это Beauty Time – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Организаторы конкурса «Плюс сайз красоты» «Леди Мармелад» явно не ожидали такого внимания со стороны участниц. Поступило более 100 заявок, из которых будут отобраны только 23. Основной кастинг девушек проходил в формате самопрезентации. Вообще каноны красоты – вещь такая очень спорная. И поэтому мы будем, в принципе, вообще в общей картине творчества, гармоничная личность, вообще как они пройдутся наши испытания в ходе подготовки к финалу. Я узнала программу конкурса, и она меня впечатлила очень достаточно сильно. То есть это и всякие мастер-классы, и работа с психологом, и актерское мастерство. Это большой комплекс. И, конечно, разработки творческих номеров, потому что это будет одна из главных определяющих победительниц – творческий номер. Очень часто обладательницы пышных форм девушки замкнутые и мнительные, а потому участие в таких конкурсах требует смелости. На самом деле конкурс – это такое глобальное путешествие самой себе, в первую очередь, потому что мы очень часто в быту забываем вообще на себя обращать внимание, на свою жизнь, на свои интересы, на свое творчество. Это уникальный шанс это сделать. Очень хочется творческого вдохновения, это в первую очередь, потому что я много что в себе знаю, мне не хватает, наверное, времени даже, ну, быт как бы съедает все, а тут есть шанс вновь раскрыть крылья свои. Как многие говорят, куча зажимов. Я думаю, конкурс очень поможет раскрыться, узнать себя лучше, понять себя лучше. Мне кажется, вот именно из-за этого я сюда и пришла. В нашем городе проводится масса всевозможных конкурсов для самых разных девушек и женщин, но именно такого креативного проекта в формате «Бодипозитив» челябинцам явно не хватало. Я считаю, что такие конкурсы однозначно нужны. Я никогда в своей жизни не испытывала никакого стеснения, никогда у меня не было проблем сразу с лишним весом, лично у меня. Но, в принципе, я об этом слышала. И знаю, что это есть. И знаю, что при принятии на работу бывает. И знаю, что в семье бывает такое, что люди очень сильно стесняются. Поэтому я считаю, что эти конкурсы нужны. И что люди, как привыкли говорить, 50+, это не такой уж и большой размер. Поэтому не нужно как бы думать, что ты хуже кого-то или лучше кого-то. Ну, все прекрасно. Надо жить, наслаждаться и верить в себя. Окончательный состав участниц уже утвержден. Впереди задания от организаторов и партнеров. Самые яркие моменты подготовки мы покажем в наших репортажах. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Витамины. Щит и меч нашего здоровья. Они поддерживают обмен веществ и улучшают самочувствие. Витамины сегодня доступны в самом широком ассортименте. Однако возникает другая проблема. При бесконтрольном их применении организму можно сильно навредить. Сейчас уже научный подход как раз позволяет нам определить, какой именно витамин нам нужен. И самое главное, какой дозировки нам он нужен. И как раз для этого мы делаем лабораторные исследования, которые позволяют нам определить, что именно в организме происходит внутри. Не то, что лишь на поверхности, то, что мы видим, а именно то, что как раз является причиной этого состояния, для того, чтобы его скорректировать наиболее эффективно и, самое главное, на долгий период. Необходимо, конечно, то есть первоначально с ним даем анализы и их повторение в интервале от 3 до 6 месяцев, как правило. И имея возможность это проконтролировать, можно наглядно показать человеку, что было до принятия того или иного препарата, той или иной биологической добавки и после. Открытия в области нутрициологии совершаются практически ежедневно. Именно поэтому так важно врачам постоянно обновлять свои знания и держать связь с представителями компаний-производителей витаминов, чтобы предложить своим пациентам оптимальное количество и эффективную схему приема. На сегодняшний день дефицит микроэлементов и макроэлементов нужно корректировать. Дефицит у человека есть. Тем самым мы можем повысить продолжительность жизни человека в нашей стране, тем улучшить его качество жизни. И это, я думаю, повлияет на профилактику сахарного диабета, опорно-двигательной системы человека и профилактику онкологических заболеваний. Самое главное – предупредить процесс патологический, который запускается именно на основе имеющихся уже тех или иных дефицитов. И, естественно, только врач может определить, в какой степени уже имеются изменения. И в какой дозировке лучше будет применять этот или иной препарат. Зная заранее, что нам нужно конкретно, мы можем убежать лишних препаратов, которые нам тут совершенно не нужны и даже приносят нам вред из-за того, что мы перегружаем организм, перегружаем нашу печень, наш желудочно-кишечный тракт. Это позволяет сделать это все безопасно. Посетив семинар по нутрициологии, лишний раз убеждаешься в том, что выбор витаминов – это очень серьезный вопрос. И чтобы не тратить зря свои деньги и не рисковать здоровьем, не стоит назначать витаминный комплекс самостоятельно. Начинаться все должно с приема врача и диагностики. Уютный шоппинг для всей семьи в самом центре города с парковкой. Торговая галерея «Аллея» на труда 166. Салоны мужской, женской и детской одежды. Гардероб деловой женщины от европейских и российских брендов. Клубные, коктейльные и кэжуал образы для стильных красоток. Полноразмерные коллекции для больших людей. А также джинсы, сумки, пижамы и купальники. А еще здесь знают секрет идеальной фигуры. Он в удачно подобранном корректирующем белье. Торговая галерея «Аллея». Наверняка вы уже здесь бывали. Это прямо над гипермаркетом «Спарк» на труда 166. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан. Билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном кардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово 159. Еще больше новостей о красивой жизни в наших социальных сетях. Подписывайтесь на YouTube-канал и Instagram. Вступайте в группу ВКонтакте. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Ателье «Модный дом».